Ребята, всем привет! Начинаем новый ролик и я уезжаю из Арамболя. Наступило это время, я пробыл здесь 5 месяцев, я нахожусь сейчас на Арамбольской горе. Сзади меня вы можете посмотреть на всю деревню и море. Классное место. Второй раз я здесь уже бываю, но еще не выставлял видео с первым разом. Взял билеты до Мумбая, вот вылетаю туда на 5 дней. Надеюсь, город меня не разочарует и вообще я вольюсь туда замечательно, потому что я, конечно же, за 5 месяцев одичал тут. Уже страшно ехать в большой город, да еще и такой, как Мумбай. Надеюсь, это приключение будет великолепным, мне все понравится. И дальше я лечу в город Алматы, Казахстан. И буду выставлять уже ролики, я надеюсь, что с этого места. Поснимаю, покажу в лучших традициях. А вы подписывайтесь на канал, поставьте лайк, пальчик вверх. Подпишитесь еще раз на канал, еще раз говорю. И напишите свое мнение в комментариях. Мне очень будет приятно читать, обсуждать с вами те места. Какие-то вопросы можете поспрашивать у меня. Ну и погнали! Да, ну и показываю вам вид. О, старайтесь даже приблизим. Здесь где-то пальмочки. Жгут, правда, вон, дымок леднеется. Это единственный основной минус Гоа. Ну и Индии в целом, я полагаю. Но все остальное шикарно. Здесь был пожар месяца два назад. Вот эта вся земля выгорела. Ну что ж поделать. Вот какой-то храмик. Интересные уже везде люди собрались встретить закат. Что, может, кого-нибудь потревожим? Хочется на солнышко посмотреть, да и вам его показать. Сейчас аккуратненько залезу, чтобы чуть-чуть показать атмосферу. Ну а теперь полюбуйтесь этим великолепным видом на море. Скоро солнышко сядет. В ту сторону у нас Керим. Здесь вот эта часть называется Клиффсайд. Порговые ряды. Здесь скальная сторона. Надеюсь, не слышны. Ну и в ту сторону уже Арамболь. Еду в аэропорт после Сиолима пробочка. Все, выезжайте заранее. Так, ребята, а это у нас Мапса. Арамболь, который построил мост из Индии в Шри-Ланку, чтобы освободить сито. Но он не то, что он построил, он ему помог. Он предводитель всех-всех обезьян. Ух ты. Ну и он вообще воплощение преданности, верности своему господину. И сегодня они восхваляют Ханумана. Да. Ну, как попали мы в пятницу в аэропорт. Допустим, один из самых почитаемых это Кришна. И Аватара Кришна, то есть его проявление, допустим, в другой эпохе, в другом времени, это Господь Рама. Он отличается тем, что у него, ну, кожа золотая на цветы. И он принес в этот мир знания о моряде, то есть семейных ценностях. О том, что верность это вообще главное качество для мужчин и женщины. И мы живем в век Кали-Юги, когда утрачено уважение к старшим и верность. И поэтому происходит очень много войн, болезней и так далее. Ну, то есть, на самом деле, очень много мудрости в физическом Писании. И каждая история, каждое проявление Бога, оно несет определенное наставление для человечества. А наше дело малое, просто следовать. И быть счастливым. На самом деле, ничего больше не надо. Будь счастливыми, товарищи. Это самое главное. Ребята, в аэропорту до Балима я уже зарегистрировался на рейс. Вроде бы, говорят, специи там и чай какой-то нельзя с собой проводить вручную кладину. Я не сказал. Надеюсь, у меня не отберут. В целом, вроде все спокойно, тихо. Да, здесь же чувствуется цивилизация. Сейчас я вам покажу немножечко аэропорт. Какая интересная здесь преска или картина. Вот сам аэропорт такой. Ну, небольшой, но и некрупный. Идем, идем, идем. Ух ты! Красивые ребята. И я с ними. Ставьте лайки. Так, а для тех, кому интересны цены в индийском аэропорту, читаем. Какой-то круассан с кофе 480 труппи. Нормально. Бургеры, кофе 570 маффин 275. Ролл 355. Вот еще какие-то роллы 350, 350, 275 маффины. Игра? Беж. Ну, что ж ты поделаешь? Аэропорт. Везде такая тема. Какая шикарная пушка. Вау. Вообще видовая. Из приятных плюсов можно попить водичку. Бесплатно. Тут же можно упаковать свой багажик. В самом аэропорту присутствует рабочий банкомат. СБА и банка. Блин. На эскалаторе уже 5 месяцев не ездил. Ну, собственно, как и на машине. Как и не бывало в больших городах. Ну, что ж поделать. Двигаемся дальше. Жить надо дальше. Смотреть все новое и интересное в этом мире. А вы подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И пишите свои мнения в комментарии. Буду читать и общаться с вами. Ну, а здесь начинается всеми любимая зона. Где сбирают водичку, алкоголь, пауэрбанки, специи, как они выразились. Ой, как я не люблю. Ой, это когда водичку забирают. Ну, надеюсь, мне ничего не отберут и мне повезет. Здесь же представлены какие-то иллюстрации. Тут красивый муж Чина. Композиции. Здесь вон на киндии, на английском. Ставьте на паузу, кому интересно. Товарищи, рейс немножечко задержали. У меня только посадка получается в 12 часов. Хотя должна была быть на 40 минут раньше. Забронировал себе хостел. Называется Манго Дормиттори. За 225 рупий. Я надеюсь вообще, что я туда доеду и поселюсь. И что это не будет какая-то шарашкина контора. Покажу вам, что будет из этого дальше. Покажу вам, что будет из этого. Добро пожаловать в Мумбай. Кайф. Долетели минут за 50 вообще. Прыгаем в автобус. Едем до выхода. Круто. Ну что, бродяги. Вот я заселился в хостел. Сейчас пойду, короче, погуляю, что-нибудь найду, где поесть можно в Мумбаи. Первый хостел мне не понравился. Сейчас там слишком задувало. Как ее называют? Кондиционер. Кондиционер слишком задувало. Да, ребятки, здесь тусуются. Солнце не видно, но жарко. Градусов 35, я думаю, есть. Заселился я на окраине, около метро Асальфа, около аэропорта. Там буквально в 5 километрах от аэропорта. Ночью с меня содрали 425 рупий. Припэй такси. Это то, что в аэропорту вы можете заказать с заранее оплаченной ценой. Мужик в хостеле сказал, что нормальная цена по Uber 150 рупий была. Но у меня было 3 часа ночи, я не стал мучиться. И говорят, что некоторые туктукеры могут тебя развести, начать катать и потом просить большую сумму за поездку. Вот так. Так, ну и что, вот Мумбай метро, Асальфа метро и Мумбай. Что? Первое впечатление какое. Куча рич везде. Немножечко грязновато. Ну как, немножечко мусор, в принципе, валяется. И народ такой здесь попроще. Ну что поделаешь? Гуашка, она другая. А ребра, чтобы быть королы. Будем исследовать, ребята. Сейчас чисто пойду прогуляюсь, найду себе какую-нибудь кафешку на перекусон. Потому что нужно, нужно уже. С самого утра ничего не ел. И надо что-нибудь перекусить. Здесь очень много ремонтников, замечаю. Какие-то техстанции. Вон народ что-то крутит, вертит гайки. Ремонтирует кучу магазинов, связанных с бамперами, с маслами, с автозапчастями. Ну вот, да, выглядит все, конечно, не очень презентабельно, я вам скажу. Ну что поделать? Здесь мы исследуем новый город. Нужно двигаться дальше. Ну а вот и обратная сторона города. Просто иду, и вокруг мусор. Вот так бывает. Еще не нашел себе подходящего кафе. Но зашел в одну забегаловку. Цены, в принципе, почти в два раза. Ну, может, полтора ниже, чем в Гоа. Не знаю, большие ли там порции. Но пока иду дальше. Хочу посмотреть вообще, что здесь есть. Очень много ремонтных магазинов, мастерских. И куча мотиков. Крутых таких салонных мотиков, где народ закупается. Ну, наверное, я не знаю. Такие элитные, дорогие мотоциклы стоят. Вот как каждая вторая, наверное, лавка это мотоциклы. Вон, поглядите. Просто козы. В городе. Козы в городе. Ну, шикарно же. О, и кролик у него там. Круто, круто, круто. Вот, просто у чуваков куча покрышек. И куча зверей. Бувай. Идем дальше. Так, ну вот, посмотрите. Зашел в магазин, разрешили мне поснимать. Вау, ну, до чего же красиво. Есть мотоциклы стоят. Все экипировка, шлема, куртки. И рядом просто ремонтные какие-то развалы, мастерские, попрошайки. Чуваки чай там предлагают, торгуют. Цемент замешивают. Ну, вообще, Мумбай, ну, по крайней мере, мой район контрастов. Такие байки вообще сочные, сочные. Ну, и народ следит уже, выбирает, приобретает. Вау. Красиво. Выглядит очень красиво. Че, спросим, сколько байк стоит? Допустим, вот этот. Пока продавец пошел переводить мне в миллионы, я не понял, он в лаках там не говорит. Я не знаю, сколько это будет. Я вот жду, когда мне скажет цену. Короче, путем сложных вычислений, вроде бы, пришли к выводу, что этот байк стоит что-то 2500 долларов. Ну, я не знаю, неужели это так и есть. Новый, Ройл Энфил, 350 кубиков, классик, стоил на 200 тысяч долларов. Неужели они что-то такие, ну, как бы, дешевые? Мне казалось, что это должно стоить дороже. Потому что 200 тысячи баксов, это сколько там, ну, 200 тысяч рублей. Ну, хотя, может быть, не знаю. Ладно, пишите в комментариях, если вы знаете цены. Магазин прикольный. А вот и вывеска, Ройл Энфил. Не знаю, найдете вы его здесь или нет. Я даже не знаю, на какой улице я нахожусь. Ну, вот какое-то здание красивое и дорога. Там метро Ас-Альфа. Где-то метров 500. А, ну, вот и вывеска. Рядом Мэнфус Ресторан. Просто перекресток, на котором все куда-то едут. Со всех сторон. Вон, а я встал посерединке. Мне нужно пройти дальше. Надеюсь, у меня получится. А вот ветро, кстати, Саккинака. Вот там и находился у нас Ройл Энфил салон. Вот за этим стеклянным зданием. Контент так и прет. Нужно перейти дорогу каким-нибудь образом. О, вроде бы дырочка. Бежим с местными. Прикольно, вам скажу. Прикольный опыт. Мне нравится. Также, если посмотрите, лежат, попрошайте. Спят. Что поделать. Такая жизнь. Ну, жизнь тут прям кипит. Да. Мумбай. Хеллоу, баба. Красота. Автобусы такие милые. Прикольные. Хеллоу, сэр. Я когда снимаюсь, они начинают махать, улыбаться. Прикольно. Вот тоже можно как воздух попить. Вая, how much coconut? How much? 60. 60. 60 рублей. Гуай, это стоило 50. Дороже. И здесь еще можно вот попить какого-то лимонного напитка за 12 рупий. Масало, чаек за десяточку. Вроде бы масало, может быть другой. Ним Бупани. Что, попробуем за десятку? Поехали. Can I take Nimbupani? Yeah, yeah, yeah. Вот, 10 рупий, будем пробовать. Что он из этого сделает? Скорее всего, просто выжмет лимончик и добавит содовый, я полагаю. Так, и получится напиток. Смотрим. Так, да, выжили. Добавили какую-то штучку. Опа, опа, интересно. Нахимичили мне тут, нахимичили. Интересно, это сладкая тема или нет. Вот сразу девочка подходит ко мне, просит денежку. Но нам сейчас будет шейк. И будем пробовать. Короче, стою здесь, со всех сторон меня облепили, слева направо. Вот эта штука, оказывается, соленая. Да, не похожа она на сладкую содовую, как гуах. Но что поделаешь, город, жизнь кипит, за ваше здоровье. Зашел я в кафе. По-моему, какой-то хайдер аббат называется. Принесли мне пирьяни половину, два кусочка курочки, птика, какие-то, похоже, райта, наверное, кёрт с овощами и какой-то соус. Также принесли бесплатно два стакана воды, но я их не был, я попросил за 15 рублей в бутилированную воду, чтобы не рисковать. Кафе находится прямо возле метро. Так, ну я оказался прав. Бирьяни островато. Вот это блюдо райта. Просто кёрт. С луком и овощами. Также шашлычок из курицы очень вкусный. А вот зелененький соус, сказали, что он острый. Я вот чуть-чуть буквально попробовал. Не могу сказать, что он сильно острит, он больше, чем бирьяни. Но это всё, конечно, острее, чем было в Гоа. За 220, не знаю, наверное, дороговато, но у метро, что что поделать. Всем приятного аппетита. Так, ну что, поел я, ребята? 220 вышел мой комб обед, ещё пепси принесли. Называйте ресторан Суприм около метро Сакинака. Приходите, если любите острое, вам понравится. Какой интересный, разокрашенный переход, даже метро. Хочу про... Вон там, как мужичок пробежать, по-индийски. Опа, 340 автобусов приехал какой-то. Так, ещё, когда дорогу переходите, смотрите и налево, и направо, потому что они очень часто... О, мужики, что-то тащат. Очень часто ездят и по встречке. А сейчас я вам покажу не очень лесное зрелище. Вот только я перешёл дорогу, и около метро сточные воды. С кучей мусора, пластика, какая-то вода вообще чёрного цвета. Реально, посмотрите. Ну, вот это мумбайчик. Есть такой куча мух и куча мусора. А вот так прикольно выглядит машинка скорой помощи. Зелёненькая, светится вся. Симпатичная. Так, идти надо в потоке. Иначе не дай бог придавит тебя. Вон, даже мотоциклы в потоке едут пешеходным. Тут жёстко, тут со всех сторон, слева направо, нужно смотреть. Вон, им пофигу, им реально пофигу. Они все брут, 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 брут. Перешёл, молодец, не перешёл. Твои проблемы. Бумбай. Ой, какая дама колоритная. Ставьте лайк, что музыкантам. А мы движемся дальше. Тут же в городе мусор. Люди перебирают его. Кокосы, органику. Что-то... Как там? Селекционируют. Разбирают, короче. О, жесть. Тут просто кишки какие-то валяются. И пёс тащит кишку. Тут такой страшный запах стоит. А-а-а, жёстко, жёстко, жёстко. Браток, ну что ты? Он просто сейчас будет её дербанить. Да, жизнь не у всех сладкая, красивая, вкусная. Приходится выживать. Тут же вон есть овощные и фруктовые развалы. Свежие фрукты, овощи. Красота. Выглядит замечательно. Хеллоу. Какой мужчина. Да, фрукты везде продают. А овощи вот только сейчас увидел. Вот, смотрите, мангусики у него. Виноградик. Хеллоу, сэр, how much mango? How much? А, 100 рублей. 100 рублей за килограмм манго. Манго вроде бы хороший. Достаточно, ну такой мягенький. Thank you so much. Везде, везде тут торгуют. Но нам нужно двигаться дальше, к озеру Павай. Мумбайский котейка. И тут же, помимо овощей и фруктов, можно купить рыбу, креветки, все замороженные. Еще вон живые ребята, сомики. Ну, что, спросим? How much? Hello, how much? How much? How much? 5,50 рублей. 5,50 рублей. 5,50 рублей. 5,50 рублей. Так, вроде бы 500 за килограмм. Ну, я так и не понял, потому что он говорит, что вроде бы 5. Но, наверное, не 5. Ну, выглядит симпатично, красота. Да не ват? Тут же вон еще крабики с мухами. Но, никуда от этого не денешься. Ребята умирают. Их кушают другие ребята. Мухи. Ой, козы, блин. Коз много очень. Вообще, красота какая. Вообще, голова-ба-ба. Прыгнул я в автобус. Проезд стоит 5 рублей. И едем. Такой, достаточно прикольный автобус. С открытыми дверями. Аккуратненько высунимся. Ха-ха, красота. Так, проезд реально стоит 5 рублей. Но я даже думаю, что он стоит 4. Потому что пробиты цифры 4. Немножечко показывал он красоты, пробки. Ну и атмосферу в автобусе. Так, ну что, товарищи, вот вам и озеро, которое уже поросло. Снизу здесь вон мусор. Ну, что ж тут поделаешь. Большое. Большое озеро, ничего не скажешь. Ну и те высотки вообще красивые. Видно, здесь живут разного класса люди. Ну, это действительно видно даже по прогулке на улице. Ребятки, интересная история с этим озером. Сзади меня забор, который я сейчас обогнул. А вокруг колючая проволока. Озеро закрыто, потому что, типа, оно пресное. И там пьют водичку все жители. И поэтому пройти туда нельзя. А сейчас я вижу щенка, который мертвый, является на свалке. И его обладывают мухи. Так что не буду я вам это показывать. Ну, так, такой контент. Ну и, собственно, озеро, из-за которого я перелезал. До чего ж красиво. К сожалению, конечно, все в мусоре. Не знаю, как они здесь воду пьют. Но озеро крутое. Очень нравится. Симпатичненько выглядит. Зацените мой причесон на озере Вихар. Вау! Искупался я с молодежью. Было здесь, наверное... Вон, справа стоят еще индийцы. Человек 10. Здесь была компания. Человек 10 тоже лет по 18. Но никто дальше меня не заплыл. Озеро очень теплое. Но вокруг, конечно, грязь. Подзасрали, простите за выражение. Они свое чистейшее озеро. Вон, если посмотреть, все же мусор периодически встречается. А вон чувачки тусуются. Что-то покуривают там, болтают. Но природа... Вон там косяки птиц. Вау! Вообще шикарно! Мумбай, штат Махараштра, кстати. Кто не в курсе... Цените, цените это. Товарищи! Снова Василий помолодел. Немножечко шел-шел, да набрелся на барбер-шоп, если это можно так выразиться. Просто такая лавка. Мужик сидел. Говорит, сколько стоит побриться? Он говорит, сто. Я говорю, да не, дружище, ну давай, пачас. Пятьдесят по хинди будет. Он такой, ну ладно, давай. Я им в итоге еще десяточку накинул, потому что у меня там какими-то пудрами не стриг. То есть, не, стриг у меня ножницами, но какими только пудрами он меня там не обмазывал, щеточками не работал, брови подровнял. Короче, да, понравилось. И работал минут десять, даже пятнадцать. Хотя у меня небольшая была. Заросель, так скажем, на лице. Ну, очень нравится, что здесь, в принципе, услуги достаточно дешевые. Вот, в райончик, около озера. Народ, ребятки, коровки, красота, рикши, полиция или даже военные. Ребятки в крикет вон играют все. Своя атмосфера, своя. Но мне нравится. Зашел в индийский Макдональдс в Мумбая. Ничем не отличается от того, что я видел в Каламбуте в Гоа. У него один в один такой же. Цены даже смотреть не буду, но он какие-то обеды по 320-350 долларов. Маффины тоже по 135, чизки едят по 220. Короче, все то же самое. И атмосферка прикольная. Кстати, возле Мака стоит прикольный чувак, который торгует масалой, чаем и печенюшками. Вот я себе взял печеньку за 5 рубиков в гуашке и чаек. Правда, маленький, но все с поделать. Все вместе за 15. Так, ребята, я, короче, попробовал здесь блюдо под названием Пани Пури. Да. Вот такой чан-качан. Наливают маленький... Я не знаю, что это такое. Маленькую тарталеточку, такую тоненькую-притоненькую. Там овощи... Не знаю, какая-то желтая посыпочка. Наливают бульон туда, и это все острое. Потом мне дали такую же вторую, но сладкую. Я откачался и понимаю, что это все жестко. Одна штучка стоит 20. Не знаю, мне дали вторую. Сейчас, наверное, денег еще попросят. Или это было бесплатно, чтобы посмотреть, как русы-туриста от остроты тут корчат рожу. Но это, в принципе, неплохо. Для пробы нормально. Вот, посмотрите, как мужчина красиво замешивает это блюдо. Вот, намасте. Выглядит сновсибательно. Вот, добавляет вот такую-то палеточку. Жижку, типа, дала похожего. Потом добавляет бульон, и сверху еще посыпают, поливают соусом. Все, и вот вам блюдо на выходе. Ну и снова у нас здесь трозничковый сок. Это, наверное, не мне дают. Стаканчик маленький стоит уже 15, а не 20. Подешевле. А вообще со льдом за десятку. Но я попросил безо льда. Тоже машинка крутится, ребята работают. Технология та же самая. Круто. Пока шел, меня еще угостили там какой-то цветной капусткой. Короче, что только не дали попробовать. И тот мужик, где я по Непуре брал еще, мне с картошечкой насыпал бесплатно. Короче, прикольные ребята. Виллипп, а ты, о, с Россией. Ну давай мы тебя угостим что-нибудь. А вот это вам вечерний трассик. С 7 часов вечера. Со всех сторон. Сигналят. Едут около метро. Развилочка, перекресток. На четыре стороны. Он типа наших 17-этажек или 9-этажек. Похоже чем-то даже. Для мосту немножечко. Так, движемся в потоке, движемся. Одному вообще нельзя тут передвигаться. Сразу в потоке. Идем, идем, идем. Вон, видали. Народ прет. Они их вообще не видят. Неважно, кто ты, что ты. Главное, что ты не на транспорте. Пофиг на тебя. Просто хрен перейдешь дорогу. Я даже не знаю. У нас очень зеленые. У них красные вроде бы. Но. Но всем пофиг. Просто знайте про это. Что всем пофиг. Это вечер. Все едут. Едут как качат. Отдельный вид искусства, как торгуют овощами и фруктами. Прямо стоят на дороге. Пут метро. Шум, гам. Но ничего страшного. Народ все равно ходит по проезжей части. И там можно торговать. Один, два, три. Здравствуйте. Данни, спасибо большое. Вот ребятки меня увидели. Что-то читают, поют. Здравствуйте. Субтитры сделал YouTube channel. Воронков Тревел. Субтитры сделал YouTube channel. Воронков Тревел. Окей? Да, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Посмотрите, это чикен ролл. He's done marriage. Marriage? Да. Вау. Посмотрите, сколько у них вкусностей. Вот это с яйцом и курицей. Я себе взял вот такой чикен ролл. Бургеры. Шашлычки овалом. Из мяса, из курицы. Чикен вот в тандыре будет. В разных специях. Также здесь представлен плов с бараниной. Куча всяких вкусняшек. О, и самуса. Самуса, мы в тандыре. О, какой приятный мужчина. А вот это что? А, вот это парада. Посмотрите, огромных размеров парада. Просто огроменная. Вау, вау, вау. И здесь уже все напекли, представили. Вот мужчина сидит. Видите размеры? Вау, да, шикарно, шикарно. Это все выглядит. Сейчас будем пробовать чикен ролл. Надеюсь, это будет очень вкусно. Так, ну принесли мне вот это вот удовольствие. Стоит 50 рупий. Чикен ролл, еще лучок какой-то отдельный подали. И травки-муравки. Будем пробовать. Так, горячее с пылу с жару. Пахнет вкусно. Внутри овощи, курица. Это не очень остро. Давайте помакаем немножечко в зеленую жижу. Ну, и лучком закусим, раз уж нам принесли, правильно? Как это вкусно. Лавка называется Tasty Points. Mumbai Famous Halva Parada. Муж, я вам скажу, я такого еще не видел. Приятного всем аппетита. Ну, а вот само название. Tasty Point. Вон даже WhatsApp номер есть. Imran Khan. Да, блюдо у них вообще завались. Он мне подал вот эту зеленую жижку, а это оказалось грин-чили. Поэтому у меня весь рот просто горит огнем. Я этого не знал. Ну, что поделать. Сам ролл был вкусным. Идет призыв к молитве. КОНЕЦ